Теперь нам нужно написать процесс обучения. Как и в прошлый раз, мы будем обучаться бачевым или стахастическим градиентным спускам. То есть мы будем делить наш датасет на маленькие части, так называемые бачи, передавать эти бачи в нейронную сеть с помощью функции forward. После этого мы будем вызывать loss-функцию, которая скажет нам размер ошибки. После этого мы сможем посчитать градиент с помощью функции backward. И дальше мы сможем сделать градиентный шаг, вызвав оптимайзер степ. То есть у нас будет бач сайт с размера 100, это число, которое выбрано наугад. Мы поставим 10 тысяч эпох, учитывая, что мы можем остановить обучение в любой момент, а 10 тысяч точно хватит. Каждый раз мы будем перемешивать датасет на каждой эпохе и выделять оттуда последовательные участки, таким образом, чтобы внутри одной эпохи каждый элемент, каждая картинка была показана всего один раз. После этого, как я и говорил, мы умнист.net будем вызывать функцию forward на патче. Дальше будем считать loss-функцию по нашим предикшенам, то есть по выходам нейронной сети, и по y-бач, то есть по лейблам, по тем классам, которые мы бы хотели, чтобы нейросеть предсказала. Далее мы можем посчитать backward, то есть посчитать градиенты, а потом мы можем сделать градиентный шаг у оптимайзера. Кроме того, нам бы хотелось видеть каждую эпоху, как растет наше качество. И видеть рост этого качества лучше всего на тестовом датасете, на тех данных, которые нейросеть не видел. Поэтому будем вызывать вниз.net forward еще и на тестовом датасете, на X-тест. Здесь мы будем делать forward по всему тестовому датасету, предполагая, что он не очень большой, а бачевый градиентный спуск нам нужен всего по двум причинам. Вот почему мы это делаем в трейновой части. Во-первых, потому что таким образом сам процесс оптимизации происходит быстрее, то есть лучше сделать 10 градиентных шагов на эпоху, чем сделать один. А во-вторых, потому что у нас могут не помещаться бачи в GPU, то есть на видеокарточку, если мы будем делать их довольно большими. То есть я вот не уверен, что весь датасет X-тrain поместится на мою видеокарточку, если я буду его переносить. Поэтому мы вот ограничились в трейне бач сайзом 100, а в тесте мы предположили, что все будет нормально, в видеокарточку все влезет, и поэтому можем сделать forward по всему датасету. Кроме того, нам нужно посчитать долю правильных ответов accuracy, и, соответственно, нам нужно понять, о какой же класс предсказала нейронная сеть. Нейронная сеть предсказывает класс, для которого она выдает максимальное значение. То есть после этого это значение отправляется в softmax, если нужно узнать ее вероятность, но уже перед softmax мы можем понять, какой наиболее вероятный класс предсказала нейронная сеть. Это будет тот нейрон, у которого максимальный выход. Соответственно, нам нужно сделать argmax. argmax нам отдаст номер нейрона одного из десяти, у которого максимальный выход, и сравнить это с y-тестом. То есть, если номер нейрона с максимальным выходом совпал с номером класса от 0 до 9, то значит мы все сделали правильно и посчитав среднее количество угадываний, мы получим accuracy. Вот это accuracy мы будем каждый раз выводить на экран. Давайте запустим наш процесс обучения и посмотрим, как он работает. Видим, что работает довольно медленно, то есть эпоха происходит несколько секунд, но уже сразу после обучения одной эпохи у нас получается accuracy 90%. Понятно, что если нейронная сеть будет предсказывать случайные цифры, то она будет иметь в среднем accuracy 10%. То есть наша нейронная сеть уже за одну эпоху довольно неплохо обучилась. И дальше мы будем видеть, как она каждую эпоху наращивает результаты.